Борьба добра с озлом, новогодние чудеса и детская радость. Зрители Украинского театра имени Василько увидели на сцене рождественское представление «Чистое сердце». В главных ролях – воспитанники детских юношеских коллективов города. Благотворительным концертом смогли насладиться ребята из многодетных семей, переселенцы с инвалидностью и другие представители социально незащищенных слоев населения. Активную помощь в организации этого театрального праздника оказал благотворительный фонд Виктора Баранского за Одессу, волонтеры которого приготовили всем артистам и зрителям приятный сюрприз. В эти праздничные, расчудесные, святочные дни мы празднуем Рождество Христово. И по традиции мы из года в год готовим такую, можно сказать, православную, благотворительную сказку, чтобы ее увидели наши детки, чтобы они знакомились с нашими народными традициями, духовными традициями. И огромное спасибо людям, которые помогли нам организационно, благотворительно. Это фонд Баранского, который обеспечил наших деток, которые выступают на этой сцене, которые готовились очень-очень долго и кропотливо. Для многих, как зрителей, так и юных артистов, спектакль оказался настоящим, очень волнующим событием. Ведь некоторые детки вышли на сцену Большого театра впервые. Родители не скрывали своих чувств. У меня будет первый раз сегодня выступать и ребенок. Мы при хожане Свято-Троицкого храма. Я с 9 лет туда хожу. И я очень рада, что это наше такое первое, очень ответственное для нас событие. Естественно, Рождество – это, наверное, для каждого человека воспоминание детства. И когда твой ребенок на такой большой сцене, то, конечно, это радостное событие и очень торжественно. Всего на сцене выступили воспитанники 30 разных детских и юношеских коллективов города. Каждый из них готовился к этому выступлению на протяжении многих месяцев. ПЕСНЯ Это рождественский мюзикл. Это сказка, в которой все номера объединены в единый спектакль. Подготовка и спектакль идет около где-то полгода. То есть он начинается еще весной. Потихоньку коллективы начинают готовить номера. И потом их отсматривают, их готовятся сценарии. На репетиции ходили они в школе, при школе на репетиции. Как у них там два или три раза в неделю они занимаются. Для нас будет сюрприз. И как полагается в каждой настоящей сказке, добро одержало победу надзом. В этот радостный день нельзя было обойтись без теплых слов поздравлений и подарков. Поэтому кроме помощи в организации праздника, благотворительный фонд Виктора Баранского за Одессу приготовил для всех артистов сладкие подарки. Более 500 таких празднично-конфетных наборов получили воспитанники детско-юношеских коллективов Одессы. Кроме того, фонд Виктора Баранского оказал неоценимую помощь в доставке театральных декораций для спектакля. У нас разная видоподдержка и одна из нашей поддержки это новогодние детские подарки. Каждый год мы угощаем деток нашими подарками. Они делают такие красивые постановки, очень уникальные и сказочные, где они воспевают и отдают почесть Рождеству. Ежегодно фонд Виктора Баранского помогает очень много всем организациям, которые обращаются, приютам, общественным организациям. И это просто масштабные мероприятия, которые проходят в парках, организованы так же как фондом, так и просто жителями города, которые обращаются, чтобы провести хорошо время. В следующем году организаторы спектакля обещают не менее масштабное и увлекательное театральное выступление детей на большой сцене. Увидеть его смогут все желающие. Главное условие для зрителей и артистов – верить в рождественское чудо и чистые сердца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова